Здравствуйте! Приветствую вас на канале Прецветок. С вами Ломонос Петр. Сегодня мы поговорим о томатах, потому что наступила пора посева. И для того, чтобы ваши томаты были низкими и крепкими, необходимо знать основные правила. Что способствует, чтобы ваши томаты были низкими и крепкими? Посева вы сделаете. Проблем нет. Но потом начинает ваша рассада вытягиваться. А что необходимо сделать, чтобы рассада не вытягивалась? Значит, самые основные ошибки делаются при посеве. Во-первых, заушенность. Наша семечка томата надо положить как минимум на 1-2 см. Одно от одного. Не будет заушенности посева, сходы не будут вытягиваться. Далее, соблюдение температурного режима. Все вы знаете, что рассада томатов быстро усходит при 23-25 градусах тепла. Но если температура повысить до 30 градусов, она взойдет еще быстрее. Буквально на следующий, четвертый день ваша рассада уже появятся, всходы уже выскочат из земли. Но дальше, что самое интересное, выскочили наши всходы из земли, то есть появились они, и наши огородники держат их в тех же условиях. А что это приводит? Это приводит к вытягиванию вашей рассады. Поэтому эту рассаду необходимо срочно как бы сделать закалку, понизить температуру. И температура снижается очень значительно. В дневное время температура должна быть где-то 13-15 градусов. В ночное время температура может доходить и 10-12 градусов. То есть такой резкий перепад температуры. Резкий перепад температуры останавливает наши всходы, они перестают вытягиваться, и соответственно наша рассада будет более крепкая и более коронастая. Но не во всех, конечно, есть условия такие. Даже у квартиры очень тепло, и манипулировать всеми температурами, ну как бы трудновато. Потому что если оставить окно открытым, значит холодный воздух остудит так наши томаты, что они могут просто пропасть, и на них нападут различные болезни. Значит, что в этом случае необходимо сделать? Если вы не можете отрегулировать температуру, значит нам на помощь необходима досветка, придут лампы. Ну если у вас небольшие объемы, конечно, значит вам может подойти любая настольная лампа. Ну только знаете, такое правило основное, что настольные лампы, они бывают диодные, на диодах, значит там холодный свет, он не обжигает растения, поэтому там высоту лампы можно не регулировать. И лампы обычные, старого образца, с лампы накаливания. Так вот лампочки, это все, они выделяют тепло. Поэтому лампы накаливания, мы располагаем над нашей рассадой на уровне где-то 50 сантиметров. То есть саму лампу необходимо поднимать. Сколько досветчивать? Тоже этот вопрос очень интересный. Значит экспериментируем. Я заметил, что необходимо первые 5 дней рассаду досветчивать круглосуточно. То есть включили лампу и 5 дней она целые сутки светит. Далее мы световой день будем снижать до 14 часов. 14 часов это оптимальный режим, чтобы рассада не вытягивалась. Ну кто-то мог возразить, что солнце появляется. Но не забывайте, что мы живем в средней полосе и у нас только 21 марта день равен ночи. То есть световой день станет 12 часов. А до этой поры, если вы хотите иметь хорошую коронавскую рассаду, особенно при ранних посевах в начале февраля, значит обязательно необходимо досветчивать. Ну также подойдут мемнисцентные лампы, если у вас большие объемы. Это старые лампы, которые мы привыкли видеть в производственных помещениях. Соответственно, есть же сейчас большой выбор, опять же для тех, кто выраживает большие объемы рассады. Кого-то настольная лампа не устроит, она устроит где-то 3-4 ложки, можно осветить одной лампой. При больших объемах сейчас же есть продажи агролампы. Есть агролампы с белым светом, есть с красным светом, с фиолетовым светом. Ну и каждая характеристь, все эти лампы указаны для каких культур она предназначена. Поэтому обращайте внимание, потому что все лампы с белым светом, они универсальны, идут под все культуры. А лампы с цветными уже окрасками идут, каждая для определенной культуры, для определенных целей. Поэтому не ошибитесь при выборе ламп. Ну и что, для того, чтобы ваши томаты были крепкими, хорошо, не падали черные ножки, что довольно часто случается, значит сразу же появляются всходы, сделайте полив. Полив томатов мы сделаем микробиологическими препаратами. Значит тут подойдет фитоспорин, подойдет триходерма. Значит что, у нас подавиться развитие болезни не будет, корневая система станет нарастать очень хорошо и быстро, и наши томаты будут крепкими коренастыми. Ну и почему не всегда мы достигаем эффекта при применении вот этих бактериальных препаратов? Потому что если мы их разводим в воде, вы представьте, что мы просто уменьшаем концентрацию, уменьшаем концентрацию исходного препарата. Сами бактерии, как бы у нас находятся в спящем состоянии, что может разбудить наши бактерии? Какое вещество выступит, как говора химическим языком, катализатором реакции, чтобы наши бактерии проснулись? Вещество это очень простое, оно есть у вас всегда под рукой. Это обыкновенный сахар. Столовая ложка сахара, литр воды, растворили в тепленькой водичке, и туда высыпаем наше нужное количество наших бактерий. Тоже седные палочки, той же триходермы высыпали, и полчаса они должны там помокнуть. Они должны там помокнуть, помокли, они начали пробуждаться, споры начинают лопаться. После этого поливаем нашу почву, пролили наши посевы, у нас зашито идет и от болезней, которые в земле могут быть, корневые гнили различные, черные ножки. И соответственно у нас растение начинает лучше питаться. Но относительно подкорма, значит скажу сразу, что томаты, которые взошли, не спешите подкармливать. Потому что природа так распородилась, что во всех растениях до второго настоящего листа растение живет за счет тех запасов, которые были в семени. Поэтому любая подкормка, она просто не дает никакого эффекта. Необходимо просто терпение, дождаться, чтобы ваши томаты достигли той фазы, два настоящих листика. Только после этого вы можете начинать их кормить. Только после этого вы достигнете эффекта. Ну говоря о микробиловских препаратах, я замечу, что если вам трудоемко казаться, что сделать полив вашей рассады, значит можно воспользоваться просто. Сейчас есть такие красивые коробочки с различными микробиологическими препаратами. И тут находится перлит, который обогащен этим микроорганизмами. Значит их просто-напросто в верхний слой земли добавляем. Мешаться всем грунтам я не вижу смысла. Потому что нам главное, чтобы создать хорошую здоровую среду в самом верхнем слое, где находятся наши прорастающие семена и их корни. Внесли эти компоненты, перемешали в верхнем слое, и уже ваша рассада будет надежно защищена. И вы не будете потом переживать, что ваши томаты начинают погибать. Поэтому если вы будете соблюдать вот эти основные правила, относительно загущения, досветки и понижения температуры, значит вы будете иметь хорошую и крепкую рассаду томатов. Чего я вам и желаю. А потом они дадут соответственно и очень хороший урожай. Потому что коронастые растения, они как бы развивают больше корневую систему, не тянутся вверх, не расходуют напрасно питательные вещества, и соответственно потом дают хороший урожай. Хорошего урожая вам! До свидания!